Девушки отдыхают Великих инженеров Ведь именно тут Черепановы придумали паровоз А Попов изобрел радио Чтобы об этом можно было рассказать Всему миру Но прежде всего это город Где живут легендарные Уральские пельмени Они обладатели дипломов Уральского политехнического института Они всегда мечтали Не только смешить всю страну Но и привить всем любовь к науке Здравствуйте Меня зовут Ева Я руководитель команды Самых популярных в мире инженеров Построим, а потом сломаем Взорвем Но подметем Проверим Распишемся в журнале безопасности И вновь проверим И вот этот великий день настал Сейчас популярные инженеры Вам все популярно объясняют Это гравитация была Уральские умельцы Нет, ну кто-нибудь мне может сказать Где Исаев Я даже сам Исаев не знаю Где Исаев Куда его только дети не заводили Тихо, тихо Понятно Все, прекратите У меня голова уже болит Ну сколько можно? Ну хватит Стоп! Странно На вас, значит, так же действует Ладно Ты почему опоздал? Я не опоздал Я задержался Я детям Так вот там Соловей Своим свистом Всех укладывает А мы, где не пробуем Наоборот Свистом Поднимаем всех От некоторых Даже убегать приходилось Ладно, ладно Дети, ладно Держите Вот вам По конфетке А мы ваш вопрос Серьезно обсудим Тут А вообще Интересная идея Проверить Может ли свист Разрушить А что тут проверять? У меня вон в голове До сих пор Что-то разрушается Вы, блин, это вообще Помните? Конечно Ой, ты гой Добрый молодец Откуда? Откуда у нас Память такая? Вообще ничего не помню Сейчас напомню Вот что говорят Открытые источники Еще на дороге Соловейк-разбойчик Сидит на 3-9 дубах Сидит 30 лет О, 3-9 дубах Это значит 3 на 9 Это что, он на 27 дубах Одновременно сидел, что ли? Сука, ну не перебивай Все Сидит соловей-разбойник На заром дубу Сидит соловей-разбойник Адихмантьев сын О, как получается Соловей Адихмантьевич Пока все понятно И от его ли да от посвиста соломьего То ли от его покрика звериного Те все травушки-муравы уплетаются Все лазоревые цветочки осыпаются Темные лесушки к земле все преклоняются А что есть людей, то все мертвые лежат Все понятно Нам надо доказать или опровергнуть Может ли свист уплетать травушку Осыпать цветочки И пригнуть лесочки Но я предлагаю все-таки действовать последовательно Начать уплетать травушку Спустит, как слоган Вегетарианского ресторана Так, ну все, за дело А то все-таки задача-то непростая О, еще один слоган Ну а что тут сложного Кричать на траву Тем более свистеть А кто свистеть-то будет? Перейдем к свисту Да Я готов Пожалуйста Уважаемый шаммер Пожалуйста, помоги мне Побыльше сделай Все, я готов Ты готов? Сорок Отлично Напоминаю, что ты имеешь дело с человеком без зуба Тебе скидка Был бы зуб, знаешь, как бы списывал бы Ну что, дети Сейчас папа покажет, как он умел свистеть в детстве ВИЗГ Итак, в результате несложного эксперимента В номинации Самый громкий свист Победил Сергей Сайф СИГНАЛИЗГ Чувствую Ну а приз получит Дмитрий Соколов За волю к победе А? 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 Все? То ли от посвиста Соловьева То ли от покрика звериного А? 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 Ничего С травушкой и цветочечками не случилось Запускай детей СИГНАЛИЗГ КРИК 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 ОЦВИТ А цветочкам и травушке Хоть бы хны Хоть бы хны М-м-да КРИК 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 Так, ну, у нас, получается, есть два варианта. Это увеличить силу покрика и интенсивность посвиста. Да? В чем, лучше бы поторопиться, пока эти цветочки сами не опали в силу природных причин. Нам нужен какой-то средневековый усилитель звука. Интересно, какой? Я знаю, какой! Ну, что, действительно, соловей-разбойник вполне мог сделать себе такой рупор из березовой коры. Ну, или с богатыря какого-нибудь поверженного шлем снять и у него тут пипку отрезать. Угу. ДУБЛЬ ДВА! Травушка-муравушка, цветочки лазоревы. И то ли от посвиста Соловьева. СИГНАЛИЗАЦИИ То ли от покрика Звериного. КРИКИ Поколебались цветочечки. А вот травушки-муравушки все лазорит. СИГНАЛИЗАЦИИ Нет, нам нужно что-то более кардинальное. Есть вариант. Я когда был на концерте Чайфов, я прям под колонкой стоял. И они когда вот это свое грянули, вот это вот, так у меня волосы сами зачесались назад. У меня чуть ослабшиеся зубы не выпали, не то что цветочки. Вот, вот так и сделаем. Перенесем колонки с микрофоном, грянем и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, все готово? Осталось только как-то Чайф найти. МИЛИЗАЦИИ Алло, Володя! Помогите нам с цветами. Конечно, ради науки. Гонорар. Гонорар обычный. Бутылка кефира, ну и полбатона. Ага. Что, думаешь, получится? О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ Алло, Володя! Помогите нам с цветами. Конечно, ради науки. Гонорар. Гонорар обычный. Бутылка кефира, ну и полбатона. Ага. Что, думаешь, получится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там, где эксперименты с музыкой, там, где надо, чтобы было громко. А если нормальный гонорар, бутылка кефира и полбатона прокатит. Ну что, попробуем? Будет громко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, я понимаю, ребятушки. Поверьте мне, я знаю, что я делаю. Мы-то привыкшие уже. Понимаешь? Да? Да? Ага. Сейчас совсем очень завою с тоски. Эй, никто не услышит. Ой, я, ой, я, ой, я, никто не услышит. В душе она пошла. Да. Ну что, получается, с помощью звука можно нагнуть цветочки и травушку? Вообще, любой звук – это удар. Пифагор говорил. В смысле? Вот, например, если дернуть струну, она, вибрируя, бьет по воздуху. Чем сильнее удар, тем громче звук. Принцип действия звукового динамика очень простой. Мембрана, расположенная в динамике, колеблется под действием электрического сигнала от музыкального инструмента. При очень громком звуке мембрана создает маленькие ударные волны, которые распространяются в воздухе со скоростью выше скорости звука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял? А зачем тогда ребята пели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я фанатка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дмитрий... Слушайте, получается, если полбатона, то полбутылки кефира подойдет же, правильно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ай, прошли. Но вообще ударную волну можно сделать не только с помощью колонки. Есть такое устройство, называется вихревая пушка. Вот точно. Я слышал, ей даже фермеры облака разгоняют, чтобы града не было. Умельцы взялись за создание вихревой пушки. Но со скоростью вихря изготовить ее не получилось. Так часто бывает, когда ты начинаешь что-то делать без чертежей. В данном же случае у каждого из умельцев в голове был свой чертеж, что дополнительно замедляло процесс сборки устройства. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. И Ева, которая до поры до времени просто пританцовывала неподалеку, прекрасно подтверждала эту аксиому. А затем решила внести в сооружение вихревой пушки финальный штрих. И тут же ошиблась. Чуть было не превратив брутальное устройство в совершенно не брутальный гаджет. Но обошлось. Принцип действия вихревой пушки заключается в создании направленной ударной волны. В основании пушки расположена специальная камера сгорания и сопло специальной конструкции. При детонации газовой смеси в камере происходит резкое возрастание давления, в результате чего формируется мощная ударная волна, способная преодолеть большое расстояние. А против «Соловья» с его посвистом умельцы решили выпустить самых настоящих трех богатырей. Прямо как с известной картиной Виктора Воснецова. И нарядить этих богатырей решили по моде того времени. Дмитрий Соколов даже придумал, где взять кольчугу, но не придумал, как надеть ее на богатыря. Но Дмитрий Брикоткин, проявив настоящую уральскую смекалку, доказал, что у него руки растут из того места. А вот у богатыря не из того. Если со шлемами для богатырей у умельцев проблем не возникло, то найти настоящее оружие, как на картине, им кое-что помешало. А именно статья 20.8 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за ношение холодного оружия. Поэтому против супостата наши богатыри вышли биться с надувной булавой и пластмассовыми нунчаками. А вместо лука богатырю было выдано личное оружие Георгия Дмитриевича Брикоткина, которое отец выманил у сына при помощи хитрости и шоколадки. После сравнения получившегося отряда с исходником, умельцы пришли к успокаивающему себя выводу. Фигур трое, и они богатыри. Остальное для эксперимента не так уж и важно. Ну что, коллеги, можем приступать к эксперименту? Погодите, погодите, погодите. А что это за персонаж с огромным чупа-чупсом? Сокол, ты что, ты не персонаж, это легендарный Илья Муромец, который своей палицей валил басурман кучами. Подожди. Но для того, чтобы валить басурман кучами, для начала нужно эту палицу поднять. Да, может, они от смеха помирали, когда смотрели, как он пальцы поднимает. А может быть, Илья Муромец просто знал физику лучше, чем вы? Ну зачем ты так обижаешь? Илюшу. Подождите, а... А при чем тут физика вообще? Блин! Что такое? Блин, говорю, куда второй дели? Так нереально эту штангу поднять. Ну что? Ну а вы представьте, что это не штанга и Сергей Исаев, а булава и Илья Муромец. О, я представил. У меня фантазия хорошая. Теперь подними эту булаву за ручку и помаши над головой. Это вообще нереально. Ну что? Да не волнуйся, я представил, что ты машешь. Все хорошо. Расходимся? Нет, нет, нет. Мы никуда не расходимся, пока не получим положительного результата. Как мы получим положительный результат? Получим. Чего? Опять я должен полки прикручивать? Ну какие полки? Надо раскрутить этот диск. Понял? Давай. Давай раскручу. Ничего себе. И что теперь с этим делать? Подними эту булаву над головой и раскрути. Подожди, это точно физический эксперимент сейчас? Или это сеанс гипноза? Ничего себе! Сказали бусурма, не разбежались в разные стороны. А как это вообще работает-то? А вот так. Это уже принцип гироскопа. Когда маховик раскручен, возникает необъяснимый эффект. Такая палица как будто бы теряет вес. И хотя на самом деле вес палицы, которую крутит над головой Сергей, не изменился, Благодаря данному эффекту, махать такой палицей может не только богатырь. Обалдеть! Ничего себе! Обалдеть вообще! А нельзя было этот принцип применить, когда мы пианино тащили? Так, ладно, давайте вернемся к нашим баранам. Точнее, соловьям. Похож на мой буржинс. Ну что, предлагаю перейти к основному эксперименту. Темная лесушка тут? Тут. Богатыри? На месте. Соловей Агихмандович на позиции? Присутствует. Дмитрий Владимирович, можем начинать. Так, ну что, Агихмандович, действуй. Поскольку вылетающий воздух не видно, умельцы для наглядности насыпали в пушку немного муки. Мука дала эффект пламени. Свести! Ну что, Агихмандович, действуй. Поскольку вылетающий воздух не видно, умельцы для наглядности насыпали в пушку немного муки. Мука дала эффект пламени. Свисти! СИРЕНА Так, стоп-стоп-стоп-стоп! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Что такое? Рано радуемся. Ну что, двое-то еще стоят? Я думаю, просто прицел сбился. Что делаем? Давай малечко прицел подвинем. Вот так примерно. Так. Вот. Ага. Удравляй. Так. Все. Свети! ВЫСТРЕЛ Ура! У-у-у-у! СМЕХ Ура! Ура! У-у-у-у! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну как? Папа, я хочу такой свисток. Не, свисток, конечно, хороший, но вряд ли этому будут рады соседи. Да с таким свистком, мне кажется, на любых соседей наплевать вообще. Так, дети, вы не слушайте дядь Диму? Дядя Дима иногда глупости говорит. Ну что, темные лесушки преклонены, богатыри повержены, значит, былиния, все правду. Если этот соловей свистел для отвлечения внимания, а сам в это время делал такую вихревую пушку, то у стороннего наблюдателя вполне могло сложиться впечатление, что он валит всех свистов. Да. А как этот соловей-разбойник 30 лет просидел на одном месте? Ну и что? Илья Муромец вообще 33 года пролежал на одном месте. Да не может быть. Не может быть? Затекай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А ну! КРИКИ У меня у самого двое таких спиногрызов. Меня этим вообще не пронять. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Володя? Да погоди, погоди, погоди. Две бутылки кефира и четыре полбатона. А? Да! СМЕХ Но в этот раз, гонорар, вперед. Пожалуйста. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А, мужики, а вы что тут делаете-то? Что мы тут делаем? Богатыря одного за Соню решили разбудить песней. А песня какая будет? Да я вот, вот, текст накидал. Я без очков не вижу. Подожди, подожди, подожди. А мотивчик-то какой? ЗВОНОК В ДВЕРЬ А вот! Вот это, смогете? Сейчас попробуем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Маэстро? Ну, да. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если что-то не поймешь, мы поможем не рабеи. Ни шаманы, ни маги, ни зеленые пришельцы, а простые работяги. Мы, уральские умельцы, мы, долговые ребята, все решаемо напрямик, потому что мы когда-то прочитали много книг. В книжке можно прочитать, почему бежит река, как луну рукой достать, только чтоб наверняка. В этом мире могут все сделать знание и труд, им на помощь, если что, обязательно придут. Ни шаманы, ни маги, ни зеленые пришельцы, а простые работяги. Мы, уральские умельцы, мы, долговые ребята, я вообще передомик, потому что мы когда-то прочитали много книг. А еще, родные, мы, долговые ребята, это вам не просто звук, ведь любой из нас когда-то откусил крайний наук. Клафая, ребята. Колыбельная получилась. Колыбельная, говоришь? Вова, это вызов. Принимаем вызов. Ни шаманы, ни маги, ни зеленые пришельцы, а простые работяги. Мы, уральские умельцы, мы, долговые ребята, все решаем напрямик, потому что мы когда-то прочитали много книг. Прочитали много книг. Чаев, к дождю видать. Чудеса. Ну, в принципе, с этим все понятно. Давайте заканчивать. Да как ей сказать стоп! Остановите ее! Продолжение следует... Продолжение следует...